Приступаем к тренингу «Радостная встреча». Чтобы нейтрализовать страх перемен, мы используем этот тренинг. У вас есть свой сюжет природы. Не вспомнить, а именно вернуться в это красивое место. И в мыслях, в чувствах мы возвращаемся в это красивое место. Сориентируйтесь в пространстве выбранного сюжета. Рассмотрите все со всех сторон. Рассмотрите, какая это местность в вашем сюжете. Может быть, это равнина. А может быть, это холмистая местность. Выбрали. Рассмотрели. Может быть, это берег моря, реки. Почувствуйте все пространство выбранного сюжета. Одномоментно мы окинем мысленным взором. Обозначим большой круг внимания, примерно в ста метрах от себя. Одномоментно окинули мысленным взором. Обозначим условно большой круг внимания. С помощью большого круга внимания вы отстраняетесь на время тренировки в отношении всех дел, забот, впечатлений дня. Все это оставляете за пределами круга. И воспринимаете как форму. Отстранились. На время тренировки. Для того, чтобы после тренировки вы вернулись бы к своим делам и активно, успешно их решали. А сейчас отстранились. Все, что за пределами большого круга внимания, вы воспринимаете как фон. А теперь луч внимания направляем, создаем с помощью луча внимания. Малый круг, вблизи, в трех-четырех метрах от себя. Рассмотрите все вокруг, что находится рядом в вашем сюжете. Может быть камни, песок, может быть это кусты или кроны деревьев. Вы можете рассмотреть каждую ветку. Вы можете рассмотреть каждый листок. Обратите внимание, как играет глянец на поверхности листа. Если есть трава, то вы можете рассмотреть капельки росы в этой траве. И каждая капля, как крупные изумруды, преломляет солнечные лучи, игра света, еще какие-то детали, подробности. В вашем сюжете живая цельная картина. В этом малом пространстве, примерно в трех-четырех метрах от себя, вы обозначаете линию малого круга, вблизи. Окинули мысленным взором, обозначили малый круг. С помощью малого круга вы отстраняетесь в отношении шумов, посторонних, звуков, помехов. Вы все это слышите, но все эти помехи, шумы и звуки остаются в фоне, за пределами этого круга. Отстраняемся. Этот фон даже помогает вам. Наше внимание работало как перископ. А теперь луч внимания направляете в круг телесных ощущений и интроскоп. Телесные ощущения тоже воспринимаете как фон. Этим самым даете возможность организму свободно отвечать, реагировать, настраиваться. Мы отстранились. Телесные ощущения воспринимаем как фон, чтобы не диктовать, не навязывать, не командовать. Организм сам выбирает для себя ощущения. Мы отстранились. Для нас важно сохранить активную позицию своего «Я», раскрыть свой творческий потенциал. Поэтому даем задание для луча внимания. 1. Мысленно коснуться лучом внимания ладоней. Определить для себя. Определить для себя. Какая ладонь более теплая в левой руке или в правой? 2. Мысленно коснуться лучом внимания рук. Определить для себя. Определить для себя. Какая рука тяжелее левая или правая? 3. Через луч, внимание, определить, какая подошва ног более теплая в левой ноге или в правой? 4. Через луч, внимание, определить, какая нога тяжелее левая или правая? 5. Коснуться лучом внимания области лица. Определить, какая часть лица наиболее теплая. 6. Определить через луч, внимание, какая часть лица наиболее прохладная. 7. Найти через луч, внимание, какие мышцы сами по себе лучше всего расслабиться. 8. Найти напряженную группу мышц. 9. Коснуться лучом внимания этой напряженной группы мышц. 10. Одного мысленного прикосновения достаточно, чтобы снять напряжение. 10. Выравнивается телесный фон, снятые блоки и зажимы. 11. Мы наполняемся приятными ощущениями. 11. Организм выброс сам. 12. Ощущения отдыха, чувства комфорта, успокоенности, расслабленности, умиротворенности, безмятежности. 12. Эти ощущения становятся более яркими, насыщенными, наполняют наше тело, наш организм душевно, физически. 13. 14. Приятные ощущения организм выброс сам. 15. Приятные ощущения вытесняют негативные чувства, сомнения, тревоги, страхи, усталость, напряжение. 15. Вся поверхность тела, все поры клеточки открыты, как долина гейзер. Из каждой клеточки, из каждой поры выходят эти негативные чувства, как тоненькие струи пара выходят. 15. Больше и больше приятные ощущения выводят всю систему саморегуляции на более высокий уровень. 16. Раскрепощает защитные силы. 17. Усиливает процесс самовосстановления, самоиселения. 18. Вошли в состояние ясного покоя. Сознание светлое, ясное. Тело отдыхает. Мы отстранились. Усиливаются процессы самовосстановления, самоиселения. Мы отстранились. Для нас важно в своем воображении, как в лаборатории, усвоить подход «Радостная встреча». Подготовительные элементы. Мы сейчас и в мыслях, и в чувствах возвращаемся в свой жизненный опыт. 18. Когда вы были в разлуке. И эта разлука сейчас должна закончиться. Не важно, где произойдет «Радостная встреча». Важно почувствовать мелодию, энергетику, эмоционального подъема «Радостной встречи». Не важно, каким транспортом вы вернулись. Вы просто давно не видели своих родных, близких. Сейчас должна произойти встреча. В мыслях и в чувствах вы вернулись в эту ситуацию. Последние 100 метров осталось. Не важно, эта встреча произойдет на вокзале или у вас в квартире. Вот последние 100 метров. Оживляем свои чувства. Радостная встреча. Ощущение очень волнительное. Большая сила, энергетика. Вы чувствуете притяжение, поэтому ноги сами бегут. Крылья вырастают. И чем быстрее сокращается расстояние, тем ярче чувство радостной встречи. Чем ярче чувство радостной встречи, тем быстрее сокращается расстояние. Вы ощущаете, как вас переполняет праздник. Восторг. Ощущение легкости. Теплые, светлые чувства. Нормальное переживание радостной встречи. И уже сейчас произойдет радостная встреча. Вы на самом пике, вы на самом подъеме. Вы ощущаете энергетику радостной встречи. Она вся пронизана, пропитана вибрацией тепла, радости. Восторг. Ярко-ярко почувствуйте. И теперь происходит сама долгожданная радостная встреча. Все тяготы разлуки позади. Приветствия. Вопросы. Ответы. Все это одновременно. Обнялись, поцеловались. Ярко-ярко почувствуйте. Почувствуйте эмоциональный подъем. Почувствуйте эту радость встречи. Родных и близких отпускаю. Запомнили эту энергетику. Запомнили эмоциональный подъем. Запомнили эту ткань эмоционального подъема. И это еще больше обогащает наши ресурсы. Еще больше. Мы отправляем эту энергетику, силу радостной встречи в точку сборки. На экране мысленного взора в нижнем правом углу в точке радостной встречи. И тот последний кадр радостной встречи, когда вы целуетесь, обнимаетесь, как маленький аватарчик. Как символ нашего ресурса в целом. Радостная встреча. Такая сила, такая энергетика заложена. И все на позитивных чувствах. Сконцентрирована сила, энергия радостной встречи в этом маленьком аватарчике. Это как кнопка, которая раскрывает наши ресурсы. Сейчас нейтральная тема, сюжет природы. Почувствуйте природу. Ощутите гармонию природы. Ощущение успокоенности, комфорта, умиротворенности, безмятежности. Усиливается. Усиливает еще больше процесс самовосстановления самой силы. Мы возвращаемся в свою лабораторию воображения. Вторая подготовительная часть. За любым испытанием стоит обязательно помощь какой-то неведомой силы. Вы в жизни проходили эти моменты отчаяния. Могло повернуть так. Могло повернуть иначе. И все-таки, все-таки, эта сила помогла вам. Придумайте себе образ. Или это наставник. Или это ангел хранитель. Или принц на белом коне. Или сказочная крестная мать. Придумайте себе образ. В соответствии с вашими ценностями. И теперь этот образ, олицетворяющий силу, которая в жизни помогала еще и не раз. Вы попробуйте создать этот живой, цельный образ. Или это женский образ. Или это мужской образ. Может быть, он похож на какого-то актера. Или героя какого-то фильма. А может быть, сказка. Рассмотрите, пожалуйста. Рассмотрите. Надо увидеть. Умные, добрые глаза. Доброжелательная улыбка. Лицо. Прическа. Фигура. Украшения. Одежда. Как двигаться. Жесты. Мимик. Почувствуйте интонацию голоса. Действительно, это та сила, которая любит нас безусловно. И готова всегда помочь в самые ответственные моменты в жизни. Неизримо присутствует. А мы создаем живой, цельный образ. В нем большая сила и энергия заложена. В этом образе. Мы благодарны. Мы выражаем почтение, уважение. За любым испытанием, через которое приходится нам проходить, всегда ждет радостная встреча. Мы создали живой, цельный образ у каждого свой. Вторая подготовительная часть закончена. Сейчас нейтральная тема. Сюжет природы. Организм приятно, хорошо отдыхает. Саморегуляция работает активно. Ощущение комфорта, успокоенность, расслабленность. И счастливое. Более выражено. Усиливает процесс самовосстановления, самовосстановления. Мы возвращаемся в лабораторию воображения. Мы готовы провести сам тренинг радостной встречи. Вначале мы посмотрим, как зритель. Представьте, ваш двойник уже в совершенстве владеет приемом радостной встречи. Умеет включать ресурс радостной встречи. Мы смотрим со стороны. Ваш двойник находится именно в том самом месте, когда больше всего проявлялись признаки негативных чувств. Тревоги, страхи, сомнений, отчаяния, напряжения. И именно в той ситуации рассмотреть как можно больше деталей и подробностей. Ваш двойник находится там. Ваш двойник разрешает червяку негативных чувств активизироваться. Активизируется червяк негативных чувств в виде плотной стены тумана. Сама плотная стена тумана состоит из вибраций. Вибрации подавленности, сметель, растерянности, тревоги, страха, напряжения, сомнений, усталости, самоуничижения. Все негативные чувства. Все негативные чувства – это плотная стена тумана. Она надвигается и надвигается, все ближе и ближе, приближаясь к вашему двойнику. Мы наблюдаем со стороны. За этой плотной стеной тумана находится ваш наставник, ваш ангел-хранитель, ваш принц на белом коне. Как только коснулась плотная стена тумана вашего двойника, как только ваш двойник почувствовал это прикосновение, хотя бы сотую часть, хотя бы тысячную часть почувствовал подавленность, смятение, растерянность, самоуничижение. От обратного ваш двойник смело-решительно сразу раскрывается ресурс чувства нового дня. Смело и решительно проходит сквозь эту плотную стену тумана. Ему дела нет до этого червяка, нет этого дела. Он проходит сквозь плотную стену тумана на ускорении, динамично, быстро, все больше и больше ускорения. Убыстряется шаг, ноги сами бегут. Раскрытие ресурса радостной встречи на эмоциональном подъеме с чувством радости, восторга, приятное ощущение праздника, радостной встречи. Идет сквозь плотную стену тумана на радостную встречу. Дела нет до этого червяка, до этого тумана негативных чувств. Ярко, ярко, на ускорение. И чем ярче чувство радостной встречи, тем быстрее сокращается расстояние. Чем быстрее сокращается расстояние, тем быстрее продвигается, тем ярче эти чувства радостной встречи. Проходя сквозь плотную стену тумана, червяк пытался помешать этой радостной встрече. А ваш двойник смело и решительно прошел раскрытие радостной встречи. Ресурс радостной встречи. Раскрытие произошло мгновенно только от одного прикосновения. И теперь мы видим, как ваш двойник встретится со своим ангелом-хранителем, со своим наставником, принц на белом коне. Видит умные добрые глаза, доброжелательную улыбку, приветствие. Обнялись, поцеловались, выражает благодарность, уважение, почтение за покровительство, за ту безусловную любовь и готовность помочь в любой момент, в любой момент. И мы благодарны. Действительно, даже наблюдая со стороны, у них происходит задушевная беседа, ваш двойник делится своими впечатлениями, рассказывает о своем. Может быть, главные вопросы какие-то, важные на этот момент, и мысленно задает своему наставнику, ангелу-хранителю, и получает ответы, делится впечатлениями. Мы просмотрели от начала до конца это прохождение сквозь плотную стену тумана, на позитивных чувствах, радостной встречи, на этой энергетике, запомнили этот подход, усвоили его. Сейчас нейтральная тема – сюжет природы. Организм приятно, хорошо отдыхает. Умиротворенность, безмятежность, успокоенность усиливает процессы, самовосстановление, самовосстановление. А теперь мы возвращаемся снова в лабораторию воображения, снова представим обстановку, ситуацию, время, все, что происходит в этот момент. Когда больше всего червяк негативных чувств проявлял свою активность, больше всего. Вы видите своего двойника, владеющего приемом, раскрытием ресурса, радостной встречи. А теперь вы встанете на его место, вы находитесь там, рассмотреть детали, подробности. Разрешаете червяку негативных чувств активизироваться, тревоги, страхи, подавленность, смятение, растерянность, самоуничижение, уныние. Все, все негативные чувства приходят больше и больше, надвигается плотная стена тумана этих вибраций, негативных чувств. То есть плотная стена тумана приближается и больше и больше. Там за плотной стеной тумана ждет нас радостная встреча со своим ангелом-хранителем, со своим наставником. У вас есть свой образ этой силы, готовый в любой момент помочь. Мы идем на радостную встречу. И как только эта стена тумана, этих вибраций, негативных чувств коснулась, хотя бы сотую часть, тысячную часть вы почувствовали от этого прикосновения. Подавленность, смятение, растерянность, самоуничижение, напряжение, усталость. Любые негативные чувства, как только почувствовали, как только ощутили. Сразу мощно-энергично раскрываются ваши ресурсы. Мощно-энергично. Вы смело, решительно вступаете в эту плотную стену тумана. Вы идете на ускорение. Вы двигаетесь динамично, на эмоциональном подъеме, с чувством радости и восторга. Вам дела нет у этого червяка, который мешает этой радостной встрече. Вы идете к своему наставнику, чтобы выразить уважение, почтение, благодарность. Вы идете на ускорение. И чем быстрее сокращается расстояние, тем ярче чувство радостной встречи. Переполняю. Ноги сами бегут, крылья вырастают. Как нож сквозь масло. Вы проходите сквозь плотную стену тумана. И чем быстрее сокращается расстояние, тем ярче чувство радостной встречи. Сила и энергия. Все время. И теперь, чем быстрее сокращается расстояние, тем ярче чувство радостной встречи. Вы прошли сквозь плотную стену тумана. И теперь происходит радостная встреча. Приветствия. Вы видите умные и добрые глаза. Доброжелательный улыбок. Произошла радостная встреча с вашим наставником, с вашим ангелом-хранителем. Вы приветствуете. Вы благодарны. Вы выражаете уважение, почтение. Происходит задушевная беседа. Вы можете поделиться своими впечатлениями. Вы можете расспросить о своем сокровенном. Можете мысленно задать вопрос. И так же мысленно вы получаете ответ. О чем-то важном. Можете задать вопрос. Сокровенном. Задайте вопрос. И получаете ответ. Через такой подход мы учимся проходить любые испытания. В том числе перемены. Тоже испытания, которые делают нас сильнее. У нас огромный потенциал. Позитивный опыт. И мы учимся раскрывать его. Запомнили этот подход. Усвоили его. А сейчас мы готовим себе. Выход. 5. Включили фантазию, воображение, подъем душевных физических сил. Наш организм, как конденсат, заряжается жизненной энергией активности. Как конденсатор. 4. Каждый вдох. Еще больше энергии. Еще больше энергии вливается в нас. Вся поверхность тела. Как губка впитывает жизненную энергию активности. 3. Мы наполняемся жизненной энергией активности. Она сгущается, собирается, концентрируется. Уплотняется внутри нас. Нарастает мышечный тонус, чувство свежести, бодрости. Хорошо отдохнули. Прилив силы, энергии. 2. Настолько зарядились энергии. Теперь организм сам вырабатывает энергию. Неистощимый источник этой энергии в наш организм. Генератор этой энергии. 1. 2. 6. 7. 11. 14. 15.